Проезд по городу на личных авто может стать платным. В Государственной Думе рассматривают законопроект, который позволит местным властям законно взимать деньги за проезд по определенным дорогам или закрывать шлагбаумами целые микрорайоны. Разработанная новелла под названием «Об организации дорожного движения», по мнению многих парламентариев, поможет решить проблему пробок и пополнить бюджеты на местах. Например, городские власти смогут запретить проезд в определенные зоны всех машин или только имеющих двигатель определенного экологического класса. Запреты на движение смогут действовать в разное время суток. Позволяет совводить и платный въезд в отдельные районы. Но сперва местные власти должны запустить новые автобусные маршруты, организовать достаточное количество парковок и создать инфраструктуру для велотранспорта. К слову, власти Ярославля такую инициативу федеральных законодателей лишь приветствуют. По мнению заместителя мэра Игоря Блохина, проект ограничения движения личного транспорта и создание платных парковок помогут сделать центр города, зону ЮНЕСКО, привлекательной не только для туристов, но и для самих ярославцев. Наш исторический центр – это практически музей. Поэтому избыточное наличие в музее автомобилей, заслоняющих культурно-исторические памятники, конечно, не украшает, а ухудшает ситуацию. Если ты хочешь посетить музей, если ты хочешь свою машину поставить в зоне ЮНЕСКО или проехать в зону ЮНЕСКО, за это надо платить.